Двор каждой третьей многоэтажки в ненадлежащем состоянии. К такому выводу пришли в муниципальной жилищной инспекции. За что могут оштрафовать управляющие компании, выяснил Александр Вяткин. Этот двор – яркий пример плохой работы управляющей компании. Толщина снега на придомовой территории должна быть не больше 5 сантиметров. Здесь эта норма превышена в разы. При плюсовой температуре воздуха весь этот пласт снега начнет таять и превратиться в кашу, в которой может застрять машина. Кроме этого, на козырьках подъездов сосульки и наледь. Они за последние дни выросли до внушительных размеров. Периодически падают. Сигнальные ленты натянуты. Причем давно они уже выцвели и лежат в снегу. Жители дома таким положением дел недовольны. Я не помню, что бы убирали в этом году. То есть до зимы убирали, а два месяца я не помню, что бы убирали. Хотя объявления висят – убирайте машины. Утром я выхожу, люди убирают, но снег не убирает. За халатное отношение управляющие компании получат штраф. По статистике, примерно треть дворов в ненадлежащем состоянии. Хотя недовольные находятся и там, где все убрано по нормам. Куча, она вот из года в год собирается вот здесь вот. И постоянно ее даже никак не разгребают. И вот здесь образуется целая лужа. Вообще управляющая компания должна убирать снег, потому что мы за это платим. И я не думаю, что для этого нужно какое-то специальное решение. Решение необходимо принять самим собственникам. На общем собрании определить, вывозить снег или нет. Эти работы управляющим организациям оплачивают отдельно. Исключение – дома с риском подтопления. В таких местах сугробов быть не должно. Если управляющая компания не реагирует на жалобы, нужно обращаться в жилищную инспекцию. Если это территория, которая находится в содержании обслуживания управляющей организации, то будет проведен осмотр, ну и уже по результатам сделаны выводы. Либо составлен протокол, либо управляющая компания своевременно должна будет принять меры по уборке. За февраль специалисты муниципальной жилищной инспекции нашли недочеты на территории почти 150 многоквартирных домов. Больше половины нарушений после замечаний проверяющих управляющей компанией оперативно устранили. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.